Всем доброго дня, доброго времени суток. Встреча будет в рамках взаимосвязи человека-природа. Исследовательский уровень. То есть сегодня у нас первая часть. Исследовательский уровень состоит из трех частей. Информативный, практический, творческий. Сегодня у нас будет первая часть, информативный, на котором мы узнаем о прекрасном проекте совершенно, вернем воду в реки, целью которого именно, так скажем, гармонизация, помощь природе, гармонизация взаимоотношений человека-природа, налаживание вот этого обмена веществ природой, который поднимает, конечно, важнейшие темы. И вот сегодня с этим разберемся. Следующая встреча у нас уже будет более практическая. Там будем узнавать про различные уровни практик в этом направлении. И потом творческая. И будем выходить на определенное, так скажем, действие, которое поможет в развитии этого проекта. То есть, еще раз, у нас исследовательский уровень. А это всегда предполагает некоторое, так скажем, развитие той темы, в которой мы участвуем. Поэтому передаю слово сейчас руководителю этого проекта, Севастьянову Людмиле. И отключаюсь. Добрый вечер. Я всех приветствую. И хочу вас познакомить сегодня с тем проектом, которым мы занимаемся уже больше трех лет. Называется он «Возвращаем воду в реки». И основная задача, которую мы ставим перед собой, это восстановление гидрологического режима поверхности. Ну вот, к сожалению, так случилось, что человек, взаимодействуя с природой, ну, немного, так скажем, свои границы переступил. Вот. И в результате этого, ну, произошли вот такие неблагоприятные изменения. Гидрологический режим поверхности разрушен, и поэтому исчезают пресные водоемы. Причем динамика очень такая пугающая. Вот. Ну, обо всем по порядку. Итак, значит, наш проект «Возвращаем воду в реки». И основная задача, тема «Восстановление гидрологического режима поверхности путем моделирования естественных природных процессов». Включаем следующий слайд. В настоящее время характеризуется наличием многочисленных проблем в области развития сельских территорий. И вот сельское хозяйство оказывает очень мощное воздействие на окружающую среду. И нам нужно с вами понять вот такую формулу усвоить, что человечество, воздействуя на поверхность Земли, формирует в себе среду обитания. Воздействие может быть двух видов – вредное и компенсирующее. Вредное воздействие приводит к появлению и постепенному нарастанию серьезных экологических проблем, химическое отравление почвы и водоемов, так называемыми удобрениями и отходами животноводства, внедрение гомоотехнологий, ведущих к сокращению биоразнообразия и загрязнению геномного пространства. Вырубка лесов, интенсивное земледелие, запускает процессы деградации биоцинозов и нарушения гидрологического режима поверхности. Все это приводит к тому, что наступает пустыня и исчезает пресная вода. А бывает еще другое воздействие – это компенсирующее. Те проблемы, что я обозначила от вредного воздействия, они очень серьезные, глобальные, требующие скорейшего их решения. И с тем, чтобы предотвратить необратимые последствия, например, такие, как наступление безжизненной пустыни, исчезновение видов животных, растений, нужно знать выход. А выход из негативных тенденций есть. И он действительно простой. Это восстановление естественных природных процессов, – это первый вид компенсирующего воздействия или моделирование природных процессов. Следующий слайд включаем. То есть у нас проблема обозначена. И если у людей вот этот действительно скачок мировоззренческий произойдет, то мы перейдем к компенсирующему воздействию на поверхность Земли, к моделированию природных процессов. Вот почему метод восстановления гидрологического режима поверхности путем моделирования естественных процессов очень эффективен, как раз потому, что он устраняет причину проблемы и запускает процесс регенерации и восстановления в природе. На следующем слайде мы вот как раз и увидим. Следующий слайд, пожалуйста, переключаем. Какова же причина эрозии и исчезновения пресной воды? А это как раз разрушенный гидрологический режим поверхности, то есть потеря почвы и способности впитывать влагу из атмосферы. И вот половодье, разливы рек, это как раз признак будущей пустыни. Потому что если подумать, да, то никогда люди не строили бы жилье, и действительно они не строили жилье там, где затапливает вода при разливе. То есть нам нужно понимать, что если вот такие разливы начались, значит почва потеряла способность впитывать влагу. Вот мы знаем, что основной водовод это воздух. Вот на следующем слайде вы можете это как раз увидеть. Дело в том, что сейчас, к сожалению, у представителей науки, у работников административного ресурса, у них нет понимания, откуда же берется вода на планете Земля, собственно говоря. А берется она не из подземных каких-то резервуаров и емкостей, а она берется из воздуха. То есть основной источник воды это воздух. В земной атмосфере содержится в виде пара тумана, капелек дождя и кристалликов снега очень много воды, на целый порядок больше, чем во всех реках земного шара. Представляете, какое богатство. Поэтому паниковать не нужно, да, что реки мелеют. Нужно просто так воздействовать на поверхность Земли, чтобы вот эта вот влага из внешнего водотока, она прошла бы во внутренний водоток. Это вот нормальный гидрологический режим, при котором вся эта влага, она впитывается в почву, как в губку. Там она питает корни растений и фильтруется, просачивается, и в итоге наполняет русло рек, чаши озер, а также подземные водоемы. И при этом отсутствует полностью водная и ветровая эрозия реки и озера полноводна. То есть вот что такое нормальный гидрологический режим поверхности. Листаем дальше и видим, да, что вот если взять естественные условия, да, понаблюдать, то в естественных условиях, где не прошел, где не наступала, так скажем, нога человека, земля покрыта плотным слоем различной растительности. Вот как мы одеваем свое тело, так же земля матушка должна быть под покровом одежды. Это или лес с лесным, с подлеском, да, или поля с войлоком степным. Ведь раньше травы такие бывали, которые скрывали даже всадника 2-2,5 метра. Вот, и то, что почва покрыта, это как раз позволяет почве зимой не промерзать, а во время снеготаяния пропускать воду во внутри грунтовый сток и запасать влагу в подвешенном состоянии, постепенно отдавая ее в реки и ручейки. Вот, слистаем дальше и видим, да, вот, пожалуйста, последствия воздействия человека на поверхность земли. И вырубка лесов, вот, она, вот эта распашка, огромные территории, сельхозназначения, посевные площади, да, они уходят под зиму оголенными. И это приводит к глубокому промерзанию. А весной, когда начинается снеготаяние, талая вода натыкается на лезяной панцирь и не может впитаться в почву. Она стекает по поверхности, размывает и уносит самый плодородный поверхностный слой, гумус. От 14 и больше тонн с гектара ежегодно. Это катастрофа просто. Далее подключается ветровая эрозия. И вот мы видим, да, на левой картинке овраги. Сейчас, вот, весной, как раз после снеготаяния, вот, я проезжала по Оренбургской области, 100 километров от города, и мы как раз, вот, наблюдали практически на всех поверхностях с подъемом даже в 1 градус, вот такие вот овраги. Разной глубины, разной ширины, от самых маленьких до огромных, до двухметровых. Вот. К чему это приводит? Сокращается водоудерживающая возможность почвы, да, то есть, когда уже вот эта водная плюс ветровая эрозия, почва не может впитать потом влагу. И получается, вот, весь полугодовой запас влаги, то есть, это дождевая, талая, атмосферная влага, они теряются в почву и в реки не поступает эта влага. Вот это разрушенный гидрологический режим. И вот на правой картинке мы видим, к чему приводит вот это все, да, и вот слова такие печальные. Человек не сын пустыни, он отец ее. И, к сожалению, в результате эрозии, в результате вот этого воздействия человека, вандального, варварского, за столетие с лица земли исчезло 70% пресных водоемов. Представляете? То есть, это катастрофические темпы. Вот, и теперь мы понимаем с вами, что разрушенный гидрологический режим поверхности, это основная причина эрозии, обмеления, исчезновения рек, основная причина наступления пустыни. Листаем дальше. Вот, и видим человека, который с группой работал в институте Марии. Дальше листаем следующий слайд, пожалуйста. Вот, мы видим Якова Ивановича Потапенко, его группа в советское время в научно-исследовательском институте виноградарства в Краснодаре, они разработали метод, вот, о котором мы сейчас говорим. Это моделирование естественных природных процессов. Вот, контурно-полосная организация территории. Вот, метод этот очень тщательно исследовался, опробовался на площади более 9000 гектар в течение 50 лет. То есть, очень тщательно исследовалось, да, и доказано учеными высокая эффективность метода. Листаем следующий слайд. Вот, видим книгу, которую наше движение издало... Мария, следующий слайд, пожалуйста. Вот, в 2020 году наше движение издало книгу, выпустило «Возвращаем воду в реки» «Восстановление гидрологического режима поверхности путем моделирования естественных природных процессов». Вот, в ней как раз собраны открытия трех ученых, выдающихся. Это Курашковский, Лукин и Потапенко. И вот, как раз, практический опыт по применению этого открытия. И на данный момент вот эта книга – это научное обоснование метода и руководство к действию. В ней изложен подробно порядок, объемы, технологии работ. Приведены все опорные положения для составления смета на проведение работ. И практические примеры составленных смет. Рассказывается о технике, с помощью которой можно вот эти валы-канавы оборудовать. Чем заполняется. То есть, все в этой книге можно прочитать. И если сейчас мы берем какой-то участок, вот эта книга нам поможет его обустроить. Листаем следующий слайд. Вот. И видим вот наш вывод, да. То есть, открытие ученых позволяет выполнить самую главную задачу, которая сейчас стоит перед человечеством. Смоделировать естественный природный процесс. Вот как раз преимущество метода в том, что это не какой-то техногенный метод, да. Строительство очередной плотины. Вот. А это именно моделирование естественных природных процессов. В результате которого поверхностный сток талых и дождевых вод, а также влагу из атмосферы, мы переводим во внутри грунтовый сток, в почву. И в результате полностью восстанавливаем гидрологический режим поверхности. Вот. В результате прекращается водная, ветровая эрозия почвы. Вода возвращается в реки. Вот. И хочу заострить еще внимание на том, что вот сейчас ученые, люди из администрации, они считают, что виновата в том, что вода вот в реках исчезает, обмеление происходит. Виноваты многочисленные водохранилища, построенные на реках. Но на самом деле водохранилища появляются после того, как река обмелела. Вот. То есть это попытка задержать хоть какую-то воду. Вот. Поэтому не виноваты эти водохранилища. Если мы при помощи вот моделирования естественных природных процессов восстановим гидрологический режим, то воды хватит. И она будет и в речке, и в озере, и во всех водохранилищах. То есть наша задача именно восстановить гидрологический режим поверхности. Следующий слайд. Вот. Он нам показывает как раз главное открытие потапинка. То есть в естественном состоянии почва является самым совершенным водохранилищем. И вот из его книги цитата. Способность сохранять влагу – основное положительное свойство почвы. Влага не просто сохраняется. Она содержится в почве в самом выгодном для растений состоянии – подвешенном. Запасы ее передвигаются по почвенным порам, к корням растений, питая их. С развитием почвенной структуры запасы воды, доступной корням растений, увеличиваются. А испарение, наоборот, уменьшается. И снова повышается водозадерживающая способность почвы. И влага всех атмосферных осадков снова целиком задерживается ею. То есть о чем это говорит? О том, что почва – самое совершенное водохранилище. И если она здорова и впитывает влагу из атмосферы как губка, то здорова вся экосистема. Листаем дальше. Следующий слайд. И здесь мы как раз видим схемы, на которых показана суть метода. Суть метода состоит в контурно-полосной организации территорий. То есть по линиям равных высот на всей территории бассейна рек и на всех посевных территориях, начиная от нуля градусов и до 25 градусов, учитываются наклоны, обустраиваются вот такие вот валоканавы. Между валоканавами высаживаются самые разные культуры. Плодовые, обычные деревья, ягодные кустарники, зерновые, бахчевые, виноградники. Ну, самые разные культуры. То есть мы решаем и продовольственную проблему, проблему занятости, опять же, населения. Не нужно будет везти нам за тысячи километров из Бразилии какие-то фрукты. Мы сами можем на каждой конкретной территории вырастить для себя еду. И здесь вот мы видим вот эти цепочки валоканав. Вот, следующий слайд нам покажет, насколько, вот, как можно, как выглядят в разрезе вот эти вот валоканавы, да. То есть вот мы видим Б, это валоканава, вот, а это вал, который насыпается ниже, получается, по горизонту. Вот, вот, и в чем изюминка? Валоканаву нужно заполнять любыми органическими материалами, отходами, пищевой, обрабатывающей промышленности. То есть вот выжили масло из подсолнечника, стебли, пожалуйста, в эту валоканаву. Смородину, обрезки какие-то, веток с деревьев, да. То есть отходы из города, вот, достаточно много здесь их образуется. Вот, их как раз закладывают в валоканаву. Следующий слайд. Вот, в канаве идут интенсивно биологические процессы. Разлагается вот этот вот биоматериал, и за счет этого повышается температура. И вот это как раз препятствует промерзанию почвы. Даже очень суровой зимой. У Потапенко в книге это описано. Суровая зима, где было замечено глубокое промерзание почвы. Там, где вала канава, почва была не замерзшая. Вот, то есть вот задача канавы этой поглотить скопившуюся воду. И весной, когда начинается снеготаяние, и вода начинает стекать, да, то вот канава успешно справляется вот с этой задачкой. Работая весь год, она принимает и сохраняет осадки. Вот так происходит как раз в жизни, в естественном биоцинозе. Так вот осуществляется естественный гидрологический режим поверхности. Следующий слайд нам говорит о эффектах. Вот, то есть влияние вот контурно-полосной организации на территории, на экологию, на экономические показатели производственной деятельности хозяйств очень многогранно. Но, во-первых, самое главное, восстанавливается гидрологический режим поверхности. А это сейчас главная задача планетарного масштаба. Как следствие, полностью прекращается водная и ветровая эрозия. Вот, прекращают заиливаться водоемы, родники. И для сельского хозяйства просто золотая жила, что повышается урожайность без полива и удобрения в 2-2,5 раза. Вот у Потапенко все цифры приводятся. Если, например, раньше там сажали пшеницу и собирали 7 центнеров с гектара, то вот при таком методе, при таком обустройстве 49 центнеров с гектара. То есть, представляете, какое повышение. Вот, дальше такой эффект. Эффект очень хороший. Изменяется климат в сторону смягчения, выравнивания температур и увлажненности воздуха. То есть, там, где сейчас резко континентальный климат, и зимой очень холодно, а летом очень сухо и жарко, постепенно смягчение происходит. И уже не бывает таких резких перепадов температур. Уже зима помягче, и лето не такое знойное, и дожди почаще выпадают. Вот, дальше появляется, раз вот становится мягче климат, то комфортнее всем, и насекомым в том числе. Вот, если сейчас бьют тревогу о том, что пчелы вымирают, да, то вот как раз вот этот метод, он позволяет восстанавливать и моделировать биоцинозы. Вот, лучше приживаются деревья. То есть, если сейчас вот сажают, допустим, а почва не впитывает влагу, саженцы гибнут. А если мы их будем сажать в соответствии вот с этим методом, чередуя с валоканавами, то они все обязательно приживутся. Мало того, они, если это плодовые деревья, ягодные кустарники, да, то они урожай будут давать больше, чем на обычной территории. Ну и шестой эффект. Создаются отличные условия для применения любых разумных агротехнических приемов и новейших методик, усиливая их положительное действие в смысле активности. Вот такие устойчивые эффекты описаны в книге Потапенко. И этим, конечно, нужно, ну, пользоваться и внедрять, потому что, ну, такие эффекты отличные. Вот, следующий слайд. Вот, он подытоживает, в общем-то, то, что я вам рассказывала, да. То есть, вот, Потапенко из всей совокупности естественных процессов, что существует в биоцинозах, он промоделировал главный процесс, связанный с гидрологией поверхности. Он научился переводить влагу из внешнего водотока, из атмосферы, во внутренний. И это открытие позволяет делать главное – восстанавливать гидрологический режим поверхности. Вот, листаем дальше. Следующий слайд. Вот, то есть, в данное время, вот, назрел мировоззренческий сдвиг, связанный с переходом от вредного воздействия на поверхность земли, компенсирующему. То есть, человек должен понять, что он часть этой природы, что он не царь, который делает, что хочет. И буквально разрушает дом, в котором он живет. Вот, пора понять, что мы часть этого прекрасного мира, этой природы. И нам нужно относиться к земле Матушки, как к матери, к кормилице. Вот, и нам нужно всем вместе объединять усилия и переходить к практическому воплощению вот этого метода. То есть, тут нужно объединить и науку, и администрацию, и общественность. Вот, и восстанавливать гидрологический режим путем моделирования естественных природных процессов. Потому что это же связано с возможностью дальнейшего существования нашей цивилизации, жизни на Земле. То есть, это сегодня первоочередная задача планетарного масштаба. Вот, ну, на этом, я думаю, закончу. Могу, правда, еще вот рассказать о книге. Новая у нас книга написана. И если у кого-то из вас есть желание помочь нам эту книгу издать, в этой книге приводятся как раз примеры практического применения. Называться она будет «Новая книга о воде и почве». Написал ее Александр Зверев. Он как раз вот приводит в этой книге практические примеры использования этого метода. Например, в Морел, когда площади, которые уже превращались в пустыню, это территории нескольких колхозов, Аркадий Айдак, который стал председателем, он, внедрив вот этот метод, как раз оживил эти земли. И сейчас там, ну, просто оазис. Люди называют это русской Швейцарией. То есть там настолько произошло восстановление, что появилось около ста гектаров озер. Прекрасных прудов, где водится рыба. Вот. И там даже сейчас существует несколько энтомологических заказников. То есть там комфортно и насекомым, и птицам, и рыбкам, и людям. Вот. Поэтому мы призываем вас, конечно, помочь нам в издании этой книги с тем, чтобы, ну, как можно быстрее восстановить гидрологический режим поверхности. Ну, вот на этом я, пожалуй, закончу рассказ о методе восстановления гидрологического режима поверхности путём моделирования естественных природных процессов. Видите, мы возвращаемся к той же самой теме. В нашем марафоне изначально я дала две книги. Надеюсь, уже прочитали. Книга идёт «Соэволюция» называется. Где как раз Шапира выводит основным фактором, да, эволюции происходящего. Это обмен веществ, да, обмен веществ. И он это выводит всё на землю. То есть он показывает этот обмен веществ через землю. То, к чему мы ходим. Самое основное – основу жизни. Потому что не будь у нас этой основой, да, то есть кушать было бы нечего, начнём с этого. Жизни бы как таковой не было, да. То есть это он всё аккуратненько на эту тему выводит. И к тому, что сейчас происходит, да. Ну, давайте я в рамках нашего марафона раскрою шире, да. Мы вообще занимаемся сейчас чем? Взаимосвязями, да. Только мы говорим, что у нас не только земля, а у нас взаимосвязи внутренние отношения друг с другом. Это обмен тоже идёт, да. Межличностная, да, вот друг с другом. И вот я часть целого, часть общества. Взятие некоторых ответственностей за себя, за общество. А не думать, что это что-то отдельное в сторонке стоит, и как-нибудь меня пронесёт. Не пронесёт. Это факт. Вот. Поэтому, ну вот это вот в двух словах, да, ещё раз про соэволюцию. И смотрите, как не случайно, да, мы сейчас рассматриваем проект на исследовательском уровне именно связанный с почвой, именно связанный с землёй, да. Надеюсь, я вот восхитилась, я несколько раз уже слышала, только сейчас я восхитилась простотой этого метода. Да. На самом деле ничего специального, сложного в этом нет. Это удержание воды от верхних практически, да, отъёмов вниз, как скатывается у нас вода, вот этими вот валоканалами, да, когда делаются. Тут же решается вопрос, куда девать пищевые отходы, про которые мы тоже разговаривали, да, насколько важно их отделять. Вот он, обмен, да, о чём говорил, кстати, Шапиро в книге, что мы из земли берём, а потом это на свалки кидаем вместе с неорганикой. И получается, вместо того, чтобы вот этого естественного обмена не происходит, всё лежит гнет на свалках, а земли в итоге опустошаются, опустошаются, и в итоге что у нас будет? Запустынивание и пищаные пустыни. Кстати, да, все пустыни – это тоже наследие предыдущих цивилизаций с этими же сажаниями. Это факт просто уже, как бы показано, считай. Вот, поэтому мы можем себе прекрасно представить, что произойдёт, если не будет каких-то изменений. Это вот в двух словах, да. Я бы передала слово нашим участникам по их соображениям, да, здесь по поводу этого буквально вот так же, на что приводит на ум, и дальше немножко по-другому, по практическому перейдём. Далее. Меня слышно? Да. Ну, во-первых, спасибо вам за информацию, поскольку я вот сейчас смотрела презентацию, и это вроде бы как бы простой способ, но в то же время вот такой вот действенный, да, вот это вот сама организация вся, и я думаю, что у нас, допустим, в ДНР, это очень острая проблема, потому что сейчас, на сегодняшний момент, у нас идёт осушение рек, вот, у нас нет прямой поставки воды в города, и, соответственно, как-то пытаются это всё сделать за счёт местных ресурсов, которые, в принципе, для этого не предназначены. Вот. И мы как-то пытаемся выживать, я думаю, когда закончится всё, и будет налажена вот поставка воды непосредственно в города, именно так, как она должна из водохранилищики, а не из рек, допустим, или из каких-нибудь других источников, то вот такой вот способ, как бы, это, ну, на нашей территории это очень даже нужный способ, и вообще эта проблема, как бы, должна решаться в первую очередь будет. Ну, у вас же Украина, это же, из покой веков, это поля, посадки, поля, посадки, выкачали землю, понимаешь, это, наверное, получается, видишь, на всех уровнях выкачка идёт, называется, ну, я не буду говорить слово жертва, но какая-то вот такая очень неприятная у этой территории история вся, да, но в то же время она первая идёт на возрождение, потому что люди, люди, которые там остались, и которые что-то хотят действовать, да, сейчас максимально активны в этом плане. Екатерина Укакова. Да, благодарю за информацию, презентация тоже была очень интересная, а вот у меня возник такой вопрос, а если осушение, допустим, происходит благодаря природным условиям, ну, например, очень жаркое лето или перемены погоды резкие в любое время года, вот, я не понимаю, как так. Дело в том, что если мы естественным образом землю покроем, да, вот если сделать вот эту контурно-полосную организацию, то вот благодаря вот этой системе вала канав, они как раз будут уходить вот эти вот резкие перепады. Вот на данный момент, вот мы сейчас расхлёбываем результат вандальной деятельности человека, потому что если взять девственные территории, куда человек ещё не пришёл, то там нет вот такого результата, потому что там или лес под леском, или степной войлок, как вот раньше был, два с половиной метра, представляете, всадника видно не было в этой траве. А сейчас, если вот вы сядете за, да, на машину, вот я езжу много сама за рулём, да, и вот мы буквально в эти выходные ездили в деревню, и как раз весна, вот это таяние снега, и вот мы ехали, и я практически всю дорогу, ну вот рассказывала то же самое, что вам сейчас, но только мы смотрели на этого очью, вот эти овраги огромные, до двух метров, то есть представляете, вот эта водная эрозия, это страшное дело. Если лететь, ну, вот с вертолёта, да, вот на такой высоте, это как будто осьминоги какие-то, и вот сток идёт просто колоссальный, рытвенный, огромный. Если бы мы, вот, сажали, даже пусть это территория сельхозназначения, но копать не вдоль надо, да, вот, не копать, а пахать, да, не вдоль, а поперёк, и периодически делать вот эту вот канавку, чтобы вот оно, между волоконавами мы посадили, но зато весной, когда начинает вода стекать, разгоняться, да, она не успеет образовать вот этот овраг, она в эту канавку прекрасно стекает, а там она впитывается. Вот всё на самом деле очень просто. И вот есть пример, например, в Индии даже проект такой сделали, водная революция, они его назвали, и они организовали соревнования между жителями сёл, то есть как сделать вот эти вот волоконавы. И жители сёл буквально с кирками, с лопатами, с какими-то корзинами, вот они копали эти канавки, и по уровню вот у них, по влажности, у них местность очень близка к нашей территории, к Оренбургскому краю. И у них там своей воды даже не было, то есть вода была привозная. И буквально за 4 месяца вот они решили проблему, они даже не стали воду завозить, то есть они даже не сплошняком вот эти вот волоконавы сделали, а пунктиром, и они воду оставили, вот они, сезон дождей, и вода у них осталась. То есть она не испарилась, да, потому что когда не было этих волоконав, дожди идут, но почва не впитывает. Представляете, трагедия. А потом люди ждут, когда им привезут воду. А здесь вот они сделали вот эти вот волоконавы, и все, и у них отпала надобность привозной воде. То есть ответ в том, Катя, что погода, она тоже отвечает на действия человека. Получается, ну как смерти организуются? Почему в Америке много смерти? Потому что вот эти пустыни, да, позволяют ему где ездить разойтись, так скажем, да. Почему в море тоже, там нету препятствий. Но когда такая тема невозможна в лесах, такая тема не может образоваться в лесу на такой поверхности. Да, и так же, как мы говорим про засухи, когда вода уходит, ну как бы оттуда и взяться, да. То есть это все ответка идет от планеты. Да, и то, что, знаете, преимущество этого метода, знаете, в чем? Что он моделирует естественный природный процесс. Именно поэтому он... Звук у вас пропал. Попробуйте включить, выключить. Да, сейчас есть. Хорошо. Вот, дело в том, что начинается, знаете, вот процесс регенерации природы, как реанимации, она сама себя начинает восстанавливать. То есть вот мы вырыли эти волоконавы, заложили туда ботву и на 10 лет забыли. И начался процесс восстановления, потому что эрозия прекращается, поверхностный слой этот остается, он обогащается, идет биоразложение, в почве увеличивается пористость. Вот это. То есть по деньгам это настолько, ну, мизерные, я считаю, затраты. Вот эти землеройки сейчас есть. Там даже не нужны люди. Они по GPS-навигации, беспилотные, вот эти землеройки. У военных есть такая техника. Вот, просто на компьютере. Запустили, она сделала эту канаву. Канаву, пожалуйста. Мы ведь решаем здесь и продовольственную проблему, и занятость населения. То есть сейчас вот мы ждем, когда нам с Узбекистана привезут фрукты. А мы их сами можем выращивать. Давайте дальше перейдем к вопросу, да, по общению. Ольга, подключитесь. Здравствуйте, добрый вечер. Огромное спасибо действительно за такую очень важную, очень такую животрепещущую информацию. Знаете, я вот беру все с малого, так сказать, смотрю на свой двор. У нас вот, не знаю, какая-то дурацкая, честно говоря, извините за грубость, такая привычка наших дворников выгребать всю листву. И вот я хожу, да, и вот это вот разбрасываю, потом обратно занимаюсь вредительством. С одной стороны, с другой стороны, да, я понимаю, что действительно я смотрю на это лысые, лысые дворы. И наоборот, смотрю на те части, там, где дворники, слава богу, не работают. Вот, и все там, и трава есть, и, не знаю, там мошки, камашки, те же самые. Вот у нас, слава богу, тепленько стало. Повылазили наши золотые дождевые черви. Вот они работают. Вот, поэтому вот на этом действительно смотрю, что как нужно и как не нужно. Поэтому огромное вам спасибо. Да, действительно, с этим нужно что-то делать. И очень хочется, да, чтобы правительство это услышало, чтобы люди, которые умеют это делать, чтобы этим всем могли заняться. Ну, а мы, конечно, да, чем сможем, тем поможем. Поэтому спасибо огромное. Очень интересная тема. Пожалуйста. С листвой, на самом деле, проблема большая. И еще вандальная обрезка деревьев в городах. Вот у нас завтра будет в Министерстве природных ресурсов заседание экологической комиссии, а я в ней состою. И я как раз буду этот вопрос поднимать. Пригласят прокуратуру природоохранную, Роспотребнадзор. Потому что, ну, смотреть просто. Ну, как на это смотреть? Вот сейчас пообрубили пни двухметровые. Просто пни стоят. Хотя по всем нормативным документам за три года треть кроны. Они имеют право только обрезать. И то это сухие какие-то пораженные болезнями ветки. А у нас просто прошли, я не знаю, как танком. Будем, да, и постоянно поднимаем эти вопросы. Но вот пока, к сожалению, да, имеем, что имеем. И листву вывозят, и систему нарушают. Птичкам нечего кушать. Почва не образуется, не обогащается. Потому что из чего образуется почва? Как раз из листового опада. Листва, оставшаяся трава, да. Ну, это такое, на самом деле, еще одна тема по поводу того, как у нас происходит кошение этих газонов. Как в Анапе я иду, и такая травка начинает подниматься, цветок. Я думаю, ой, ну вот вообще, аллея красота. Такая разновидность, хоть таблички ставь, лишь бы не косили. И на следующий идем, все покашено. Ну и что? Жизнь только начала подниматься, да. То есть это важно. А начни вот сейчас с городскими разговаривать. А в листве мошка, а в листве клопы, а в листве клещи. А вот нельзя. Ну вот как вы понимаете, это вот как раз суженное сознание, которое мысли только выгодой для себя, не видя себя частью целого. Мало того, они не видят себя частью природы. И таких большинство. То есть мне видео записало, да, что как природу воспринимать? То, что вокруг. А мы-то сами кусок природы, только говорящий. Беда в том, что они, получается, и против себя ведь действуют. Потому что вот у нас резкоконтинентальный климат. Зимой, ой, летом повышается температура до 40 градусов. Если бы эти деревья были высокими и пышными, и вот эта травка была бы гораздо прохладнее. Потому что сейчас эти пни, асфальт будет накаляться, дома будут накаляться. И вместо 30 градусов будет 60. Это, кстати, ответ был, кстати, по поводу засух, да, как происходят засухи. Вот так они и происходят. Давайте дальше перейдем. Светлана говорила еще. Мы обычно все выступаем немножко. Добрый вечер. Спасибо огромное. Очень интересная лекция. Очень актуальная, я бы сказала. Я поддерживаю полностью предыдущих ораторов города Донецка. У нас действительно это проблематично. У нас искорились. Включите, выключите звук. Включите, выключите. И чуть медленнее, если будете говорить. С перерывами. Да, конечно, смогу. Вот такой у меня техника такая. Говорю, у нас действительно это проблема. Сам регион у нас, это исчерченный оврагами. И у нас рядом только один лес. Великонадольский, то искусственно насаженный. И, конечно же, когда идут ветровые эрозии, выдувается все. И поверхностный слой, ну, как бы плодовитой, скажем так, земли. И все остальное. Меня интересует вопрос, вот возник у меня. Как это решить на более широком уровне, чтобы люди, которые распахивают у нас земли и выращивают сельскохозяйственные культуры, тоже к этому приобщились. Потому что это же все частные компании. Вот можно как-то их заинтересовать тоже в этом? Можно и нужно. И вот мне нужна в этом помощь. Мне нужны помощники, которые будут помогать, организовывать вот даже онлайн вот такие вот семинары. И я могла бы рассказывать фермерам и людям, представителям агрохолдингов вот об этом методе. То есть наша задача распространить, чем шире мы распространим знания вот об этом методе, тем лучше. То есть вот, ну, хотя бы каждый, что из вас может сделать? Вот у нас в ВКонтакте группа «Возвращаем воду в реки». Мы там публикуем вот это вот все. То есть туда нужно вступать в нашу группу, приглашать других людей, репостить наши материалы или копировать и от себя их размещать. Потом в каждом городе есть комитеты, которые занимаются конкретно вот водой, да? Вот эти вот структуры. Можно распечатать вот эту вот презентацию. Я могу вот ее прислать. Доклад мой вот с конференции. То есть где кратко, пусть уж там небольшую они эту книгу, да, читают 150 страниц, но хотя бы вот презентацию. Можно, например, так же прийти им, вручить, что вот, пожалуйста, перед вами стоит задача решения, да, проблемы с пресной водой. Вот метод. То есть нужно как можно шире давать знания об этом методе. И когда социальная база будет достаточно, тогда и властьимущие возьмутся за это. Потому что сейчас пока... Да, смотрите, у нас это исследовательский уровень. То есть нам важно сделать некоторый переход. Сейчас давайте закончим, и об этом еще отдельно скажут. У нас сегодня вот Мария подключалась. Она не участник марафона, но ее пригласил у нас один из ведущих, я так понимаю. Мария, включите и скажите пару слов. У нас просто так принято, что мы все говорим. Бочкарева Мария. Да, я поняла, что... Здравствуйте, добрый вечер. Очень тема... Очень тема животрепещущая, я бы сказала. Вот я не имею ни сада, ни огорода, как говорится. Я просто живу в городе. И вот для меня это очень горько, когда вот траву выкашивают. Ведь только-только, как говорится, снег стаял, и уже там жизнь зародилась. Там жучки, паучки и все остальные. А им даже не дают потомство, мне кажется, вывезти, потому что вот сразу скашивают то, что чуть-чуть приподнялось. Это до такой степени обидно. И деревья тоже. Вот я бы очень хотела, чтобы эту тему поднимали везде, как можно больше, шире. Потому что вот разрастание больших городов, шире-шире расползаемся, и занимаем, и рубим лесные массивы. Это тоже очень-очень просто прискорбно, что вот такое творится. Я не знаю, мыслят ли они какими-то государственными масштабами, масштабами общества, масштабами жизни вообще. Те люди, которые находятся на этих постах, и которые вот так вот все это делают. Вот. Выходишь по улице, смотришь, мамочки с детьми идут, а детям погулять-то ведь негде. Дворы, если оборудовали тот же участок для игр детей, и там травки нет, там только песок. Там травки нет вообще никакой. Детям как, вот я не знаю, природы лишают. Они эти жучков, паучков и не видели никогда. Я, может быть, так говорю, потому что я воспитатель детского сада всю жизнь была, и я знаю, что это такое, и как у нас берегли на участках детского сада зелень, как мы сами высаживали с детьми, и цветы, и какие-то небольшие, как небольшие такие семена, для того, чтобы дети видели, как что-то произрастает. Вот. А сейчас все это куда-то делось, куда-то... Поэтому вот я с вами полностью на все 100%, и даже больше, мне очень хочется, чтобы это все восстанавливалось. Спасибо. И буквально, да, это, это, ну, на самом деле, да, я помню времена перестройки, когда я росла, да, и у нас не косили газоны, и какая высокая была трава, и как мы по этой траве бегали и прятались, и сколько было птиц, и сколько было соловьев, и эти кормушки, да, и тогда, наконец, все стало выстраиваться, и этот газон стали нам выкашивать постоянно под окнами, и все-все потихонечку стало уходить соловьи, и все остальное, потому что все совсем взаимосвязано. Можно добавить, извините, еще по поводу птиц. Хочу добавить, что мы на участке с детьми слушали пение птиц, и детей учили различать их. Там были синички, и каждый вот весна одни птички поют. И если вспомнить Бианки, книжку Бианки, «Синичкин календарь», «Синичка» поет в разное время, прямо буквально неделями разница, разную песенку, и мы все это слушали. Как это было здорово. Сейчас, извините, ворон летают, ну, голуби иногда, и никого. Все, я закончила. Потом еще одно добавлю. Я вернусь к тому, что у нас это не просто лекция сегодня, не просто то, что мы познакомились и разошлись с этой информацией, думая, что мы будем дальше делать. Это у нас исследование. То есть сейчас у нас был такой информативный, переходящий в некое потихонечку, в практический уровень. То есть у нас будет три встречи. На следующей встрече как раз планируется, что опять же, вот те, кто был, обязательно подключайтесь ко следующей встрече, если мы реально хотим что-то сделать. У нас стояло в планах, вот с Емилой Ивановной мы договаривались, что мы организуем встречу для тех, кому интересен этот проект в реализации его уже на Земле. Нам нужно набирать практический опыт. То есть этот проект должен набирать площади, где он уже реализовался. Если вы спрашиваете, как это предоставить на более масштабный вариант. Если проект на двух территориях, они даже смотреть не будут. И когда этот у нас, допустим, наберет хотя бы там 100 площадей, извиняюсь, можно тоже так буду говорить, что какой-нибудь небольшой фермер сделал, рядом фермер увидел, что сработало, и оно должно пойти по цепочке, по цепочке. Когда это пойдет по цепочке, то уже как раз вот в эти министерства и т.д. Мы уже приходим с другими документами, с другими материалами. И уже не прислушаться будет не вариант, что называется. Нам нужно разрешение на других уровнях, когда это сверху будет спущено вниз, сверху. И когда мы тут кричим и стучим, верните нам лес, а нам будет сверху сказано, что да, это надо делать. Почему важно, мы говорим, что Украина и то, что сейчас там происходит, там идет изменение власти, изменение всего, там быстрее прислушиваются. Быстрее прошел, у меня вот экологический турнир прошел, да, с ботаническим садом. Быстрее второй пойдет. И вот у нас сейчас участники, трое, по-моему, да, у нас конкретно, даже четверо с Донецких, ну, с тех территорий. Вот. Подумаем сейчас, вот, оставим вот эту тему пока, да, до следующей встречи. Мы с Людмилой Ивановной еще проговорим порядок, как это будет. Но оставим себе подумать, чем конкретно ты, конкретный человек, может быть полезен этому проекту. Это либо создание каких-то материалов, да, допустим, каких-то, может быть, текстов. Это знание каких-то знакомых, не обязательно это какие-то большие посевные. Это может быть, там, у человека там есть, там, 30 га, да, вы с ним знакомы. И вы говорите, вот у нас будет проходить встреча, как повысить урожайность. Не надо говорить ничего, как повысить, то есть мы живем во время выгоды, людей надо цеплять тоже за выгоду. А говорить, мы хотим изменить мир к лучшему, это не сработает, да. Вот, поэтому как повысить урожайность? Вот просто элементарно. Поэтому надо подумать, как мы можем, вот и итогом нашего исследования должна быть такая проведенная встреча, в которой будет хотя бы человек 10, 10, которые в потенциале могут реализовать у себя этот проект. В потенциале. Соответственно, к этому проекту можно, мы сделаем видеозапись, это будет уже не в телеграм-канале, это будет какая-то другая площадка, я пока точно не знаю, чтобы нигде ничего не срывалось. Это мы сделаем запись, хорошую запись, да, и которую можно будет уже рассылать знакомым, друзьям, кого вы думаете, куда можно это дело будет пустить по цепочке, разослать, да. И желательно, чтобы после этой встречи у нас получился все-таки, вот результатом будет, что если хотя бы на двух-трех, давайте правде в глаза смотреть, на двух-трех территориях будет применен этот метод. Это уже результат. Соответственно, если он там применен, через какое-то время он увеличится сам уже дальше, да. Если есть какие-то вопросы, да, то есть мы более подробно уже пообсуждаем это на следующем практическом нашем уровне, да, будут приведены еще разные способы, методы, как это осуществлялось на других территориях, да, уже на данный момент осуществлялось или делается. Вот. И распределим некоторые там задачи, темы по тому, по подготовке к такому мероприятию. Людмила Ивановна, есть что-то добавить? Да, в общем-то, нет. В общем-то, я согласна полностью, да, нужно будет. Это было бы шикарно, если бы хотя бы два-три участка мы взяли как опытный, чтобы мы сейчас могли показать. Вот, пожалуйста, смотрите. Мы что можем... Знаете, я же уже начинаю говорить с темой следующего встречи. Давайте тогда не будем, я просто озвучиваю. То есть, это могут быть письма, рассылки. То есть, я технологии, мы по технологиям поговорим, по практике, да, поговорим на следующей встрече. Давайте так, ладно? Сегодня просто оставим, не будем уходить в сторону. Еще раз, надеюсь, Людмила Ивановна выложит презентацию к нам в чат, да. Вышлите обязательно мне параллельно, ну, или просто в чат выложите. Я уже... У нас есть диск, куда мы собираем... Янда, как это, Google-диск, куда мы собираем все материалы по марафону, да. Вот. И уже просто посмотрите еще раз по поводу этого, попредставляете, как это работает, да. То есть, какая-то... Ну, включите фантазию в конце концов. Вот. И дальше уже будем переходить к таким практическим шагам. Если у кого-то есть что добавить, самое время, или мы заканчиваем. Я хочу поблагодарить всех, кто сегодня присутствовал. Вот. И я надеюсь, что вместе мы сделаем дело хорошее. Спасибо. Всем до свидания. Всего доброго. Спасибо за эту тему. Спасибо огромное. До свидания. До свидания всем. Субтитры сделал DimaTorzok